МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценили по достоинству. Народные избранники назвали имя еще одного почетного гражданина города на очередном заседании Думы. По мировым стандартам в областной столице выбрали лучшего школьного повара. Оценку ставили не только профессионалы, но и сами школьники. Книга взамен на автограф. Ученики 11-го лицея составили сборник рассказов к юбилею города. Один из экземпляров подарили лично мэру. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. О паводках, дорогах, вакцинации и туризме в пандемию рассказал губернатор в своем публичном отчете о проделанной амурским правительством работе. С докладом перед депутатами законодательного собрания глава региона выступил впервые за два года. В прошлом году проведению этого мероприятия помешала пандемия. Сегодня борьбе с коронавирусом, успехом и новым задачам Василий Орлов посвятил значительную часть доклада. До 1 сентября власти планируют привить 60% взрослого населения. Пока охвачено только 23%. В ближайшие три года полностью обновят автопарк скорой помощи, заявил губернатор. А всем, потерявшим работу в пандемию, поможет новый механизм поддержки – социальный контракт. Он позволит людям найти работу, переобучиться, открыть свое дело, организовать подсобное хозяйство. А еще в области продолжается строительство и ремонт школ и стадионов. Приведут в порядок все загородные лагеря. Главным достижением последнего года губернатор считает то, что в области не была остановлена ни одна большая стройка. Что касается Благовещенска, здесь продолжается возведение общественного пространства «Трибуна-холл». Идет ремонт фасадов БГПУ и Пит-колледжа, реконструкция дорог в рамках федерального проекта, началась модернизация уличного освещения. Завершить ее планируют за три года. В Благовещенске построят новое здание для сгоревшего центра кардиохирургии. Сейчас власти определяются с местом его размещения и будущими затратами. Об этом в ходе отчета о работе правительства сообщил Василий Орлов. Он заверил, что идею возведения нового центра кардиохирургии, соответствующего всем современным стандартам, уже поддержал федеральный Минздрав. Нужно только выбрать участок для строительства и просчитать стоимость проекта. Что касается исторического здания, то его ждет реставрация. Сейчас там ремонтируют кровлю, работы будут завершены в течение двух недель. Что касается реконструкции центра, пока конкурс на проведение работ не объявлен. Напомним, кардиохирургический центр загорелся в Благовещенске 2 апреля из-за неисправной электропроводки. Список почетных граждан Благовещенска пополнился еще одной фамилией. Самого достойного получить высшую муниципальную награду, из семи предложенных кандидатур в ходе тайного голосования выбрали депутаты Гордумы. Кому отдали предпочтение народные избранники и какие не менее важные вопросы стояли в повестке заседания, сейчас расскажем. Эту доску почетных граждан Благовещенцы видят последние дни. Ко 2 июня ее реконструируют и перенесут к зданию мэрии со стороны Островского. Список представленных здесь имен тоже претерпит изменения. Пять новых фамилий внесут в исторический блок, еще одну в список современников. Того, кому присвоят звание почетного гражданина Благовещенска в 2021 году, сегодня выбрали городские депутаты. Трудовые коллективы и общественники города представили народным избранникам семь кандидатур. Среди них строитель, медик, представители бизнеса и культуры. Свои голоса 26 присутствующих депутатов отдавали тайно. 18 из них за одного кандидата – Александра Синькова. Александр Николаевич – человек в городе небезызвестный и гордится достижениями не только в профессиональной сфере, строительстве, но и в спорте и законотворчестве. Он действительно многое сделал, продолжает делать для нашего города. Это не только профессионал своего дела, который прошел путь от простого рабочего до директора крупнейшей области строительной компании, но и поддерживает и выступает инициатором многих социальных проектов в сфере образования, культуры и здравоохранения. После выбора почетного гражданина Благовещенска депутаты рассмотрели еще 13 вопросов, менее торжественных, но не менее важных для областной столицы. Один из основных – прохождение отопительного сезона. Прошедшие зимой коммунальщики и власти столкнулись с проблемами. Сразу в нескольких районах города – Астрахановке, аэропорту, поселке Новом – люди мерзли неделями. Нередко случались и порывы на сетях, которые оставляли горожан без тепла на несколько дней. Поэтому к новому сезону подойти решили, учитывая произошедшие сбои. Это существенно радикальные вопросы, которые позволят качество отопления жителей нашего города существенно вывести. В этом году идет беспрецедентное количество, более чем в два с половиной раза ремонт магистралей, которые обеспечивают теплом жителей. Мы знаем, что ведут масштабные работы по улицам Мухина, Горького будут идти работы по улице Ленина. Кроме того, реконструкция коснется котельных, которые оборудованы термороботами. А в Белогорье возведут новую модульную котельную. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Котлеты с овощами под сыром, фаршированные помидоры, слойки с яблоками и рыба в сухарях. В некоторых школах областного центра именно так и кормят учеников. Свои кулинарные изыски шесть школьных поваров повторили на конкурсе профмастерства среди заведующих производством «Вкусное детям». Состязание прошло на базе Амурского колледжа сервиса и торговли. Ученикам пятой школы повезло. В их столовой второй год трудится повар пятого разряда Татьяна Бублик, до этого творившая в лучших ресторанах города. Теперь кету в сухарях на овощной подушке, салат «Цезарь», сырный суп с брокколи внедряют в школьное меню. Детей за уши не оттащишь. Надеются, что жюри испытает те же эмоции, отведав блюда. Естественно, по системе WorldSkills мы, конечно, поэтому это очень сложно. И думаешь, ты правильно сделал или неправильно сделал, или что, или как-то так. И вообще я в конкурсах никогда не участвовала. Это мой первый опыт, поэтому мне тоже волнительно и тревожно. Особенность этого конкурса профессионального мастерства в том, что повара готовят не одни и те же блюда, а каждый свое. Все этапы готовки контролируют эксперты. В их роли преподаватели колледжа, сервисы и торговли. Считается ошибкой, когда повар сделал одну операцию, не убрал рабочее место, не зачистил его и продолжает работу. Это уже ошибка. Ошибка, когда повара взвешивают на площадке весов без тары. Это тоже ошибка. Следить за расходом электроэнергии, это тоже, если аппарат включен, но не используется, это уже ошибка. Второй этап оценки блюд – проверка слепым жюри. Рестораторы не видели, кто что готовил, но должны оценить общую композицию блюда. Хотя подача, конечно, далеко не основной критерий. Все критерии, которые будут в первую очередь – это безопасность, это те требования, которые определяются в том числе и к питанию школьному, в первую очередь будут смотреться на это. А главными судьями участников конкурса стали дети. Трое младшеклассников из разных школ города наряду с профессиональными экспертами дали свою оценку блюдам. Егору Загайнову из 26-й школы по душе пришелся салат из моркови и яблока. В итоге победу в конкурсе одержала наша героиня Татьяна Бублик. Второе и третье места заняли повара из 22-й и 12-й школ соответственно. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Второклассники 11-го лицея написали книгу об амурской столице. Один экземпляр сборника рассказов «Мой любимый Благовещенск» юные авторы вручили мэру Олегу Имамееву и спели гимн родного города. «Любимый русский город, больный, щедрый, небосольный город, слабый трудовой». Краеведением ученики 2-го ГЭ занимаются постоянно, рассказала мэру классный руководитель. Изучают не только символику Благовещенска, но и собирают информацию о памятных местах города. «Я писала про парк дружбы». «А что написала, расскажи». «Я писала, как там замечательно и красиво. Мне он нравится, и я много знаю о нем». Вместе с родителями школьники собирали фотографии, изучали архитектуру города и историю жизни выдающихся амурчан. Из всего этого собрали книгу. В ней пять разделов. Достопримечательности, памятники, улицы, песни и отдельная глава, посвященная юным авторам. Теперь у каждого из них есть именной экземпляр, который подписал родоначальник. Историю Благовещенска в людях рассказали амурские неокраеведы. Выставку к 165-летию областной столицы они готовили два года. За это время собрали работы 15 авторов. Экспозицию назвали «Город жизни моей». Особое место в ней заняла серия картин художника Алексея Горбунова. Чьи портреты изобразил автор и узнали ли себя современники? Сейчас расскажем. С порога посетителей выставки встречает тяжелый взгляд графа Муравьева-Амурского. Монументальная работа из картона – одна из центральных на экспозиции. Но возле нее гости не задерживаются. Их больше привлекают портреты других жителей города. В каждом можно рассмотреть не только человека, но и род его деятельности. На одной из картин фотохудожник, мастер восточных единоборств Олег Семенец. Сам он признался себя, конечно, узнает, но кое-что бы добавил. Здесь, может быть, надо было добавить больше моей профессиональной нынешней деятельности. Но, по большому счету, здесь картина получилась такой плотный, мощный взгляд в прошлое. Формат моего становления – это о чем мы говорили с Алексеем. Если вы узнали, значит, похож. А уже я узнал, не узнал там мои капризы, мои видения, взгляды. Специфический взгляд на людей у самого художника Алексея Горбунова появился после вдохновения. Работами коллег – испанского художника Октавио Акампа и украинского Олега Шупляка. Они работали в стиле сюрреализма, создавая образы из фрагментов, деталей, архитектурных и природных элементов. Я решил, что попробую реализовать в своем творчестве ее. Хотя, поначалу, конечно, сомневался. Тем не менее, как-то в разговоре с Викторией Хопатько она посоветовала мне обратить внимание на историю города. И таким образом родилась первая работа – это граф Муравьев-Амурский. Результат понравился. В итоге получилась серия из 12 картин. Сейчас в серии 24 портрета не только исторических личностей, но и наших современников. За свою работу и вклад в изучение родного города Алексей Горбунов прямо на выставке получил премию памяти имени Юрия Лешко, первого мэра Благовещенска. Всего же на выставке представлены 75 работ 15 художников. И только 14 работ неокраеведы приобрели готовыми. 87, в том числе те, что не поместились на экспозиции, написаны на заказ. Каждую высоко оценили гости. Глава региона Василий Орлов и мэр Олег Имамеев. Она подчеркивает важность нашего отношения, нашего патриотического воспитания к родному и любимому городу. Я очень благодарен организаторам и художникам, которые свой талант, свои способности посвятили любимому городу. Показали, какой он был, какой он есть и, наверное, каким он будет. А городу нашему жить и свести еще долго и долго. Увидеть город жизни моей получится до 15 июня в выставочном зале. Его адрес сейчас на экране. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Это все, о чем мы успели вам рассказать, но переключаться не стоит. После прогноза погоды ответим на самые интересные вопросы горожан в новой выпуске рубрики «Телесправочник». А в пятницу в 11.40 смотрите на нашем канале первый выпуск документального фильма «Пограничники. Войны Великой Победы». Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Пятница 28 мая в Благовещенске утро. Вечером солнце. Плюс 14 по Цельсию. Северный ветер до 4 метров в секунду. Днем он сменит направление на северо-восточное и стихнет практически полностью. Термометры поднимутся на 5 делений. Набегут облака. Вечером небо чистое. Плюс 15. Со скоростью 2 метра в секунду будет дуть с юго-востока. Ночью ветер южный, едва заметный. Плюс 9. Малооблачно. Город окутает туман. Атмосферное давление в эти сутки не удержится в пределах нормы и будет низким. Преимущественно 739 миллиметров ртутного столба. Всего вам самого светлого! Можно ли получить налоговый вычет за посещение муниципального детсада? Что делать, если вы переболели коронавирусом, а побочные эффекты не проходят? На эти и другие вопросы ответит телесправочник. В студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первый на сегодня вопрос мы получили от Анастасии Захаровой. Ее муж сейчас проходит срочную службу в армии. Правда ли, что этот год не будет входить в пенсионный стаж? Наряду с периодами работы и иной деятельности в страховой стаж у нас включается служба в армии, в том числе по призыву, период осуществления ухода за ребенком до полутора лет одному из родителей. Также включаются периоды получения, периоды осуществления ухода за нетрудоспособными гражданами. Следующий вопрос поступил от Юрия Шевченко. Благовещенец планирует наведаться в РКЦ, чтобы оплатить квитанции. Слышал, что там изменился график работы. В какие дни ведут прием? Теперь мы в будни принимаем с 8 до 20 часов. Рабочие суббота у нас только 3 и 4 суббота месяца, потому что как раз в эти дни основной поток клиентов идет оплачивать квитанции. И тем самым мы, во-первых, удлинили рабочий день для рабочего населения. И появилась возможность вывода большего количества специалистов в субботы, в пиковые дни нагрузки. Пришла в магазин за любимым печеньем. Стоимость на ценнике была указана одна, а на кассе в чеке пробили совсем другую. Продавец сказала, что она не при делах. Что в таком случае делать, интересуется Диана Новикова. Согласно статье 8 закона РФ о защите прав потребителей, до покупки товара потребителю должна быть в полной достоверной форме предоставлена цена товара. Если вдруг такая цена не соответствует, то есть на ценнике указана одна, при расчете на кассе потребитель видит, что цена другая, необходимо пригласить администрацию магазина и урегулировать этот вопрос. Покупателю должны продать товар по той цене, которая указана первоначально на ценнике. Моя дочь ходит в муниципальный детский сад. Подскажите, можно ли за его посещение получить налоговый вычет? Такой вопрос мы получили от Николая Тарасова. В соответствии со статьей 219 налогового кодекса, можно получить социальный налоговый вычет только по расходам на обучение детей по очной форме обучения. Получение социального налогового вычета по расходам на посещение, уход и присмотр за детьми муниципального детского сада налоговым кодексом не предусмотрено. Последний на сегодня вопрос задала Вероника Савченко. Благовещенко полгода назад переболела коронавирусом, а побочные эффекты не дают покоя до сих пор. Что делать? В любом случае всегда могут сформироваться осложнения после ранее перенесенной инфекции. И основной рекомендацией было, чтобы она обратилась к терапевту, прежде чем самостоятельно записалась, допустим, к узкопрофильному специалисту. Почему так? Объясню. Прежде всего, врач-терапевт пройдет общий объективный осмотр, назначит необходимое обследование согласно подозреваемой установленной для нее диагнозу и уже направит по профилю к необходимому специалисту. В следующем выпуске мы расскажем, в каком случае трудоустроенные благовещенцы могут заключить соцконтракт и каков размер материнского капитала за рождение двойни. Если у вас тоже есть вопросы, звоните в редакцию, задавайте их в комментариях в инстаграм под выпуском. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok